Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем изучение материалов курса Профессиональное программирование на языке Java Меня зовут Бабич Александр И сегодня нас с вами ждет третий урок который называется Проектирование иерархии классов и знакомство с UML В рамках этого урока мы продолжим разговор об объектно-ориентированном программировании основных его понятиях и принципах модификаторах доступа повторном использовании кода также мы затронем вопросы создания инициализации объектов перегрузки и переопределения методов и также мы немножко с вами подробно более подробно чем раньше мы поговорим про UML унифицированный язык моделирования вы уже видели диаграммы классов в рамках предыдущей лабораторной работы сегодня мы поговорим о том как можно строить такие диаграммы прямо в NetBeans как можно генерировать на их основе каркасный код вашего приложения и точно так же мы не обойдем своим вниманием и обратный инжиниринг это абсолютно противоположная по смыслу операция то есть если у нас уже есть диаграмма классов мы можем что? мы можем сгенерировать код это будет прямой инжиниринг а обратный это генерация диаграмм классов по имеющемуся коду зачем? для того чтобы документировать имеющийся код или для контроля прогресса вашего проекта первый наш вопрос который нам стоит рассмотреть это основные принципы ООП инкапсуляция, наследование, полиморфизм и использование модификаторов доступа по большей части то что мы будем сейчас обсуждать это повторение это повторение изученного ранее во втором нашем уроке но это повторение нам необходимо для того чтобы освежить в памяти некоторые моменты без которых дальше двигаться будет достаточно трудно и начнем мы с определений а самое главное здесь определение это объектно-ориентированное программирование что это такое? это методология, которая основана на представлении вашей программы в виде совокупности взаимодействующих друг с другом объектов определенных классов таким образом ваша программа она наиболее адекватно будет отображать предметную область задачи над которой вы работаете если сравнивать с процедурным подходом к программированию то в нашем, в объектно-ориентированном случае основными конструктивными элементами вашей программы будут объекты а не алгоритмы и при этом каждый объект является экземпляром определенного класса а сами классы они могут образовывать достаточно сложные иерархии наследования мы уже помним из прошлого урока что ООП стоит на трех китах таких как инкапсуляция, наследование, полиморфизм но на самом деле даже на картинке здесь вы видите, что этих китов четверо четвертый кит это абстрагирование если вспомнить опять-таки предыдущий модуль мы с вами говорили, что такое абстракция это пренебрежение несущественными для нас для нашей задачи сторонами, свойствами, связями объекта с целью выделения только закономерных существенных для нас признаков абстрагирование соответственно это что? это результат такого поведения то есть это обобщение выделение значимой для нас для данной задачи информации и исключение из рассмотрения незначимой информации и мы уже говорили и будем еще не один раз говорить о том что очень многие понятия которые мы рассматривали и будем рассматривать понятие класса, объекта, атрибута, метода, конструктора, пакета и многих других это тоже всего лишь удобное для повседневного, для каждодневного использования абстракции если говорить про абстракции в ООП что это такое? это придание объекту некоторых характеристик которые отключают его от других объектов и четко определяют его концептуальные границы таким образом мы можем работать с нашими объектами абсолютно не вдаваясь в подробности их реализации то есть они по сути объекты представляют для нас черный ящик мы знаем что надо подать на вход мы знаем что мы получим в результате но что там внутри мы не знаем и в принципе нам это и не нужно вот таким образом мы с вами подбираемся к следующему принципу к принципу инкапсуляции а пока давайте посмотрим вот на эту картинку я уже говорил еще не один раз скажу что очень многие понятия в ООП они являются чем? они тоже являются абстракциями и классы, и объекты, и атрибуты, методы, конструкторы, пакеты и многие другие понятия которые мы будем затрагивать позже если мы говорим про инкапсуляцию опять-таки я повторюсь что это такое? это свойство системы которая позволяет объединить данные и методы для работы с ними в рамках класса то есть такая маленькая капсулка внутри которой содержатся содержатся какие-то данные и содержатся какое-то поведение какие-то методы C++, C-Sharp, Java инкапсуляцию понимают как сокрытие и это действительно так то есть внутри объекта скрыты какие-то данные и есть публичные методы для работы с ними то есть переменные приватны, непосредственно, неконтролируемо к ним доступаться и менять их значение невозможно но зато есть публичный интерфейс набор методов публично доступных которые мы можем использовать для работы с этими данными то есть инкапсуляция позволяет нам не задумываться о том насколько сложен класс вот есть у нас класс мы создаем его объекты мы с ними работаем нам не важно что у него внутри мы просто используем предоставленный этим классом интерфейс то есть публичные методы и члены а все что жизненно важно для класса вся внутренняя механика, динамика, логика его работы это все объединено и защищено для нас, для пользователей предоставлен только какой-то интерфейс какая-то спецификация и мы можем с ним работать с этим объектом только через этот интерфейс прекрасный пример кстати это пульты дистанционного управления независимо от того кто является производителем например телевизора это Toshiba или Samsung или Philips или Xiaomi не важно на пульте там в принципе одинаковый набор кнопочек более-менее есть кнопка включения, регулировки громкости переключения каналов вызова меню то есть какие-то стандартные возможности предоставлены вот это и есть публично доступный интерфейс а как оно там работает какие оно коды передает нам в общем-то абсолютно не важно мы не знаем этого и знать собственно не хотим нам достаточно того что мы знаем как взаимодействовать с устройством в данном случае с объектом идем дальше следующий момент который был уже озвучен и опять-таки его стоит повторить это модификаторы видимости наверное вы помните что Java предоставляет нам 4 модификатора видимости Private, Default, Protected и Public вы помните эту табличку она была на предыдущих слайдах но чуть-чуть в другой форме она была во втором уроке я уже даже не буду повторяться я просто скажу что опять-таки эти модификаторы эту картинку кстати вы тоже помните эти модификаторы расположены здесь в порядке увеличения открытости то есть Private самый закрытый Public самый открытый и я еще раз скажу что во время наследования возможно изменение модификаторов доступа в сторону большей видимости запомните этот момент мы к нему еще не один раз с вами вернемся не забывайте об этом во время наследования вы можете сделать какие-то методы более открытыми идем дальше кстати насчет наследования это следующий из основных китов из основных принципов ООП это свойство системы которая позволяет описать новый класс на основе уже существующего причем что важно с заимствованием функциональности то есть с объектами нового класса можно работать так же как с объектами родителя но этот новый класс он более функционален чем родитель кстати класс от которого мы наследуемся называется базовым родительским или очень часто кстати в джаве его называют супер классом а новый класс потомкам наследникам дочерним производным но чаще всего и мы наверное будем с вами стараться называть его подклассом уже говорилось скажу еще раз подклассы всегда функциональнее чем родители почему потому что мы их и создаем то в общем то лишь потому что готовый класс он ну его возможности недостаточны для решения поставленной задачи надо их расширить вот для этого мы и создаем новые классы и ну если другими словами сказать то требуется более какая-то продвинутая более специализированная версия существующего класса вот та причина по которой создаются подклассы и я напомню в джаве каждый класс может иметь только одного родителя множественного наследования как в C++ в джаве нет это одна из тех вещей которые были выброшены во время дистилляции как мы говорили во время очистки синтаксиса вот вам пример кстати того тезиса который я чуть раньше озвучил что есть у нас какой-то класс почему мы создаем новый потому что нужна более специализированная версия у нас есть класс сотрудник или employee у него есть такие атрибуты как имя зарплата дата рождения и есть такой метод как get details который все это красивенько возвращает в строковой форме но все люди работающие в компании являются сотрудниками но разные люди занимают разные должности может быть у нас есть менеджеры не может быть а есть менеджер это тоже сотрудник но более специализирован почему потому что кроме имени зарплаты и даты рождения также у него есть такой атрибут как отдел которым он руководит понятно что это очень упрощенное такое понимание да это просто пример но тем не менее этот пример хорошо демонстрирует необходимость создания подклассов новых классов на основе существующих вот собственно и показано как это изображается в UML то есть мы изображаем суперкласс мы изображаем подкласс и соединяем их линией со стрелочкой причем стрелочка направлена в сторону того от кого наследует то есть в сторону родителя суперкласса и обратите внимание что если мы создаем подкласс на основе суперкласса это называется наследование но может быть ситуация и обратная то есть у нас может быть громадное количество мелких классов мы проанализировали их посмотрели что у них очень много общего и мы решили что мы решили вынести все это общее в суперклассы одного про наслед от него продоследоваться вот в этом случае изображается так же но эта операция называется генерализацией или обобщением то есть вынесением всего общего что есть у многих классов в один суперкласс кстати про одиночное наследование вот вам тоже небольшой пример посмотрите инженеры менеджеры секретари директор это все сотрудники то есть инженер это сотрудник менеджер это сотрудник секретарь это сотрудник директор это менеджер который в свою очередь тоже является сотрудником но тут есть еще один маленький момент вот в этом плане наверное все как бы логично понятно это диаграммка она более-менее действительно понятно даже с житейской точки зрения даже если не знать нотацию ml но есть один маленький момент все сотрудники могут представьте себе что кроме тех методов того метода get details который тут нарисован представьте себе что у них есть какой-то метод do work например выполнять работу они все могут это делать но каждый делает это по-разному у каждого своя работа свои функциональные обязанности свои дела каждодневные вот таким образом мы приближаемся к чему мы приближаемся к еще одному основному принципу опы мы приближаемся к полиморфизму полиморфизм это возможность объектов с одинаковой спецификации иметь разную реализацию поведения то есть имеется в виду что имеется в виду что один и тот же интерфейс один и тот же набор методов но внутри них разная логика переводе с греческого полиморфизм означает многообразие формы это очень хорошо отображает суть этого понятия действительно в процессе наследования меняется реализация класса набор операций один и тот же а логика выполнения их разное таким образом мы можем писать более абстрактные программы и в общем то вот эта особенность полиморфизм позволяет действительно по-настоящему повторно использовать код собственно на этом наверное вот то что касалось первого вопроса то что касалось именно повторение заканчивается и мы с вами приступаем к изучению следующего нашего вопроса к рассмотрению вопроса перегрузка и переопределение методов идея перегрузки методов состоит в том что несколько методов одного и того же класса могут иметь одно и то же имя и отличаться только набором параметров при этом списке аргументов должны различаться то есть набор этих параметров а вот типы возвращаемых значений могут различаться это очень важный момент списке должны отличаться параметры а вот возвращаемое значение его тип может быть отличным я хочу вам сказать такой момент что вот только что мы с вами озвучивали мы с вами говорили про принципы о п говорили про полиморфизм вот мне кажется достаточно хорошо видно на этом примере вот на примере понятия перегрузки методов что это одно из проявлений принципов полиморфизма как мы уже говорили многообразие формы и это очень этот подход перегрузка методов очень широко очень активно используется программистами в том числе и в стандартных классах java очень часто используется вот обратите внимание метод println например вот здесь показан пример то есть вы видите здесь одинаковый тип возвращаемого значения вернее его там просто нет и разный список параметров на всякий случай перегрузка методов это overloading не надо путать с чем не надо путаться переопределением overriding вот здесь показана картинка то есть есть у меня какой-то метод есть список аргументов есть возвращаемый тип и он у меня может быть реализован несколькими способами по сути что такое перегрузка методов реализация нескольких вариантов одного и того же метода кстати один из видов перегрузки это методы с переменным числом аргументов которые могут принимать числе любое число параметров одного и того же типа вот чуть чуть позже мы тоже про это с вами поговорим а пока пока давайте перейдем к переопределению методов я уже говорил не стоит их путать перегрузка overloading и переопределение overriding overriding или переопределение это одна из возможностей языка которая позволяет под классу обеспечить какую-то свою собственную специфичную реализацию метода уже реализована в супер классе то есть перекрыть какую-то логику которая была в супер классе переопределить перекрытие заменить своей при этом что при этом метод имеет такое же название такие же параметры такой же тип возвращаемого результата а вот внутри работает он по-другому вот это уже действительно полиморфизм в самом-самом его чистом виде вот вспомните когда мы говорили про сотрудников там менеджеры инженеры у нас были секретари и так дальше у них у всех метод do work выполнять делать работу какую-то выполнять свои обязанности назывался одинаково наверное возвращал одинаковое значение одинакового типа и параметры просил одинаковое более-менее да но по-разному внутри работал мы еще не один раз увидим такие примеры и мы еще не один раз к этому вернемся а пока вот самый простейший пример обратите внимание есть публичный класс внутри которого есть метод message и обратите внимание метод message ну что он делает он просто выводит какую-то мысль какое-то сообщение да на экран и у меня есть еще один класс и два из который является наследником моего класса у него внутри тоже есть метод message с таким же типом возвращаемого значения тоже войдет с таким же списком параметров пустым но делает он абсолютно другое он выводит на экран другое сообщение другую мысль кстати обратите внимание на аннотацию overwrite она не обязательно но я настоятельно советую ее ставить это вам поможет помните мы говорили про генерацию онлайновой документации вот в этом плане она вам будет очень полезно при генерации документации кстати нет бенз вам поможет поставить эту напомнит о том что вот вы забыли тут поставить эту аннотацию если вы об этом забудете еще один пример действительно полезный пример вот опять таки посмотрите тот же класс advice и внутри метода message мы реализуем какую-то свою логику а потом вызываем логику которая в этом же методе у супер класса у родительского класса класса находится как видите это может быть очень удобно то есть под класс может вызывать методы супер класса при помощи ключевого слова супер в других языках это может быть например ключевое слово base базовый класс в java мы родителя называем супер классом поэтому ключевое слово тоже супер даже вот так можно посмотрите как на этом слайде здесь у нас менеджер является наследником сотрудника ну как мы и говорили он является сотрудником и внутри есть метод get details внутри которого что мы делаем мы возвращаем ключевым словом return результаты выполнения метода get details супер класса а там у нас будет что строковое значение и сразу же к нему приклеиваем какие-то специфичные для кого для нашего менеджера какие-то специфичные вещи но название отдела которым он руководит в данном случае с новой строки и так возвращаемся к правилам возвращаясь к правилам у методов переопределенных методов должен быть что должно быть тоже название те же параметры тот же тип возвращаемого результата то есть абсолютно идентичная сигнатура и очень важный момент перегруженный метод переопределенный метод не может быть менее доступным чем перегружаемый то есть у родителя был какой-то метод мы его переопределяем и спрятать его например сделать приватным у нас не получится он не может быть менее доступным чем перегружаемый это нужно запомнить это стоит запомнить но давайте вернемся к понятию полиморфизма вот мы уже говорили полиморфизм многообразие формы или вернее поведение вот перегрузка методов overloading это один из видов полиморфизма один из видов перегрузки методов это методы с переменным числом аргументов это методы которые принимают любое число аргументов одного и того же типа вот у нас есть пример посмотрите метод который выводит на экран показатели какого-то игрока в данном сезоне он может принимать любое число объектов класса player соответственно мы можем для одного игрока вызвать для 3 для 2 даже массив туда передать игроков и в любом случае это будет обработано кстати подобный пример мы видели где мы видели в методе main да там у нас в качестве параметров передавался что массив аргументов командной строки вот похожий тоже пример другое другая форма записи получается теперь еще один момент мы уже говорили что полиморфизм это многообразие формы я миллион раз уже это повторил мне кажется в течение этого даже модуля но это многообразие формы плюс поведение то есть если мы создаем объект класса менеджер менеджер же тоже сотрудник да поэтому он имеет доступ ко всем методам класса employee таким образом мы можем что создать ссылочную переменную какую-то вот переменную типа employee например и присвоить ей ссылку на менеджера это абсолютно правильно вот здесь на слайде вы видите такой пример переменные типа employee присвоили ссылку на новый объект класса менеджер все нормально все здорово но дальше вот во втором примере на этом слайде вы видите мы пытаемся свойствует department присваивать какое-то значение а вот это уже неправильно почему это уже неправильно потому что да это менеджер но ссылка на него присвоена переменной типа employee то есть произошла обрезка до функциональности родительского типа для того чтобы воспользоваться чем-то специфичным для менеджера надо привести к типу менеджер явно опять привести типу менеджер мы немножко позже про это с вами еще поговорим а пока вот я хотел бы сказать вернее рассказать о том куда нас приводит вот этот пример этот пример этот пример и этот трюк с присваиванием переменных переменной супер класса ссылки на объекты дочерних классов вот этот трюк нас приводит к разговору о гомогенных и гетерогенных коллекциях мы еще не говорили что такое коллекции но в принципе мы уже знаем наверное да что такое массивы массив это абсолютно такая типичная сущность для любого языка программирования это упорядоченный набор однотипных элементов то есть массивом вот даже в бытовом понимании могут может быть жилой массив это абсолютно однотипные дома построенные по одному проекту отличаются только чем номерами вот так их упорядочили и и точно так же с бытовой точки зрения нам вполне понятно слово коллекция хоть мы о них еще и не говорили коллекция это какой-то набор элементов не обязательно одного типа вот вы можете коллекционировать марки и у вас коллекции будут только марки либо вы можете коллекционировать объекты какой-то эпохи и соответственно в такую коллекцию могут входить там самые разные предметы относящиеся к одному и тому же времени вот вам как раз примеры однородных и разнородных коллекций гомогенные коллекции само слово гомогенные означает однородный то есть эта коллекция внутри которой содержатся объекты только одного какого-то класса вот на слайде первый пример коллекция dates массив dates там внутри только что только объекты класса my date все а гетерогенные коллекции в переводе гетерогенные означает разнородный то есть внутри содержатся могут содержаться объекты самых разных классов как это сделать элементарно надо просто создать массив ну в данном случае массив с базовым классом employee и вот пожалуйста туда можно теперь засовывать и менеджеров и инженеров и секретарей кого угодно а дальше мы будем с вами говорить что класс object является родителем всего сущего до от него пронаследованы все остальные классы в java поэтому если объявить массив класса object туда можно будет вообще помещать объекты абсолютно любого класса да кстати насчет абсолютно любого вот где-то раньше мы говорили что это абсолютно не важно какого класса объект и собственно вот второй пример на этом слайде тоже нам нас на эту мысль наталкивает мы объявили массив базового класса значит можем засунуть туда объект любого под класса но иногда все-таки нужно знать какого класса объект вот сейчас мы тоже об этом поговорим а пока маленький момент обратите внимание на еще одно важное понятие полиморфные аргументы только что мы говорили что менеджер это тоже сотрудник поэтому что поэтому достаточно просто в любой метод где требуется параметр типа employee мы можем передать в качестве параметра и менеджера и инженера и секретаря но при этом я повторюсь происходит обрезка функциональности до класса employee до родительского класса то есть вы не сможете пользоваться теми методами обращаться к тем свойствам которые специфичны для менеджера ноут в данном случае пока не приведете эту эту переменную м вот в данном случае это менеджер да но внутри это будет и это будет параметр пока не приведете к соответствующему классу да я говорил о том как проверить принадлежит ли объект определенному классу вот я еще раз вашего позволения вернусь к предыдущему слайду когда мы передали что-то что-то в этот метод fine tax tax rate до внутри может быть хорошая идея определить что это за объект попал в этот параметр е как это определить и зачем это надо для того чтобы воспользоваться каким-то специфичным для этого объекта например методом определить это можно очень просто с помощью оператора instance of вот здесь показан хороший пример у нас есть опять таки наши те же классы employee manager инженер кстати обратите внимание в первом примере там написано что публичный класс employee расширяет класс object я уже говорил и скажу еще не раз что object это отец всего сущего от него пронаследованы все остальные классы ну и соответственно ваши тоже но вы можете не писать extends object вы можете просто писать публичный класс employee это подразумевается что он наследник объекта и обратите внимание на втором примере есть какой-то метод делать что-то до до самсин и там внутри у нас проверка если то что попало внутрь метода менеджер значит делаем что-то специфичное для менеджера иначе если это инженер делаем что-то специфичное для инженера ну а иначе там уже выбора нет значит это сотрудник это employee делаем что-то специфичное для employee то есть процедура простейшая проверяем вот вы только что видели класс объекта с оператором instance of а потом мы должны привести к нужному классу зачем чтобы восстановить полную функциональность и быть в состоянии доступиться до каких-то специфичных для конкретного класса вещей как это делается если мы к родительскому классу переменной родительского класса присваиваем ссылку на объект под класса там выполняется не явно это приведение снизу вверх но сверху вниз к под классу мы обязаны привести тип явно как это делается как в любом другом всеподобном языке то есть просто перед переменной в круглых скобках пишем название типа класса до к которому мы приводим и если уж на то пошло тип объекта проверяется во время выполнения программы то есть вот тот пример который был несколько слайдов назад там где мы переменной типа employee присвоили ссылку на новый объект класса менеджеры попытались чего-то там вызвать до специфичного для менеджера он вот именно по этой причине в рантайме там будет ошибка до менеджер это сотрудник но для того чтобы воспользоваться функциональностью менеджера нужно переменную типа employee типа сотрудник опять явно сверху вниз явно до привести к нашему классу на этом мы с вами закончили разговор про такие вещи как перегрузка и переопределение методов но нельзя сказать закончили познакомились до с этими понятиями и следующий наш вопрос это использование конструкторов вот сценарии при которых нам может понадобиться более одного конструктора и как вообще выглядит сам процесс создания и инициализации объекта начнем с понятия конструктора начнем с определений как обычно что это такое в принципе где-то мы уже это упоминали конструктор это метод но это специальный метод почему специальный потому что это тот метод который инициализирует новый объект после его создания что значит инициализирует объект присваивает значение атрибутом при этом имя конструктора всегда совпадает с именем класса в котором он расположен и у конструктора не может быть типа возвращаемого результата даже void не может быть у него кстати нет бинс вполне может добавлять конструкторы автоматически вы помните мы говорили про вставку кода то есть либо правой кнопкой в редакторе вы можете кликнуть и выбрать пунктик insert код вставка кода либо нажать alt insert и появившимся меню выбираем конструктор там достаточно удобно то есть даже инициализацию можно там выбрать какие поля инициализировать в этом окошке то есть галочки поставить и конструктор для вас все это вернее нет бинс для вас все это сделает еще один момент даже если вы не снабдили ваш класс конструктором он его имеет звучит парадоксально немножко и странно но это действительно так и это логично каждый класс всегда имеет хотя бы один конструктор то есть конструктор по умолчанию создается автоматически компилятором он не имеет параметрам не имеет тела казалось бы странное поведение но такое поведение компилятора позволяет нам создавать объекты без необходимости самому писать код инициализации если там каких-то вот требований к этому коду у нас нет и еще один момент еще один момент вот мы говорили про конструкторы но перед этим мы обсуждали наследование возникает закономерный вопрос а как быть с под классами что происходит с конструкторами при наследовании да конечно каждый под класс наследует атрибуты операции суперкласса но не конструкторы вот важнейший момент ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале айти виден для этого вам просто нужно берите по этой ссылке подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и следите за последними новостями